МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, в настоящее время зафиксировали 46 новых случаев коронавируса – 82 295 в среднем. И одну новую смерть – 3342 в целом. Выздоровели 77 816 человек. Число умерших от коронавируса в США приближается к 26 тысячам, увеличившись за сутки на 2 129 человек, что стало новым антирекордом. Об этом 15 апреля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. В настоящее время в США зарегистрировали почти 608 460 случаев заражения, скончались 25 992 человека. Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке – там инфицированы 7 905 человек. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявила запуск информационной кампании в ответ на пандемию дезинформации. Об этом говорится в заявлении генсека, размещенном на официальном сайте организации. В то время как мир борется со смертельной пандемией COVID-19, самым сложным кризисом, с которым мы столкнулись после Второй мировой войны, мы также наблюдаем еще одну эпидемию – опасную эпидемию дезинформации, говорится в обращении. По словам Антонио Гутерриша, в сети активно распространяются вредные для здоровья советы, а эфир наполняет ложь. Мир должен объединиться и против этой болезни, подчеркнул генсек. «Сегодня я объявляю о новой инициативе ООН по реагированию на сообщения, чтобы наполнить интернет фактами и наукой, одновременно противодействуя растущему злу дезинформации, яду, который подвергает риску еще больше жизни». Также Антонио Гутерриш приветствовал журналистов и других лиц, которые проверяют факты. Немодный приговор. В Полоцке подростки обокрали торговый павильон. Кражей имущества из торгового ролета отметились два 15-летних подростка из Полоцка. Ночью, 9 апреля, они отправились на местный рынок, где, сорвав навесные замки, вскрыли павильон индивидуального предпринимателя с одеждой. Свой гардероб они пополнили куртками, джинсами, байками на сумму около 500 рублей. Скрывшись с места преступления, подростки не предполагали, что их противоправные действия попадут на камеры видеонаблюдения, установленные на рынке. Просмотрев записи, сотрудники Полоцкой милиции узнали в фигурантах своих подопечных, школьника и учащегося колледжа, состоящих на профилактических учетах в РУВД. Один из них ранее привлекался к ответственности за мелкое хищение имущества, а второй был осужден за кражу. Предварительно установлено, что заранее договорившись о встрече, они встретились на железнодорожном вокзале, откуда направились на расположенный рядом рынок. Взломав замки первого ролета, они обнаружили торговую точку с женской одеждой. Ничего не взяв оттуда, они вскрыли еще один павильон. Именно в нем они и выбрали себе одежду на свой вкус. Следователями по факту кражи возбуждено уголовное дело. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, говоря о проведении чемпионата страны по футболу в условиях эпидемии коронавируса, заявил, что подчиненное ему ведомство выполняет рекомендации Минздрава. По его словам, на каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Так люди на стадионах сидят в шахматном порядке, проводят дезинфекцию рук. Цитата «Никто никого на стадион не загоняет». Об этом сообщает трибуна. Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет, сказал министр. Сергей Ковальчук отметил, что белорусский чемпионат пользуется популярностью, а поэтому нет оснований закрывать высшую лигу. Правда, он признал, что количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70%. По инициативе сотрудников милиции и офицерских собраний органов внутренних дел и внутренних войск пройдет благотворительная акция «Милиция врача». Мы – милиционеры Беларуси. Мы – военнослужащие внутренних войск МВД. Мы все участвуем в благотворительной акции «Милиция врачам». Взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело. Не оставайтесь в стороне. Поддержим тех, кто на передовой. Все средства будут направлены на оказание помощи медикам в регионах. Мы вместе. Мы с вами, врачи. Предложение распространяется на квартиры в строящихся домах в комплексе «Минск.Мир». Всего семь домов в различных кварталах. Они сдаются в этом и следующем годах. Без первого взноса на 10 лет. Какой дом выбрать? Может быть, предпочтете жизнь в ритме вальса в квартале мировых танцев? Это здание состоит из 5-10-этажных секций. Или обратите внимание на 21-этажную Москву в квартале «Евразия». В квартале «Чемпионов» на акции «Квартиры в двух домах». «Сидней Люкс» и «Сочи». Состоят они из двух секций – 10 и 25 этажей. В квартале «Южная Европа» – это «Афины». Идеальный клубный дом из трех секций с малоэтажностью – 6, 7 и 8 этажей. Также акционные квартиры есть в 20-этажных домах «Квебек» и «Ванкувер» в квартале «Северная Америка». Первый платеж за вашу собственную квартиру – это ваш ежемесячный платеж. Максимальная рассрочка по времени – 120 месяцев. А платеж за свою квартиру сопоставим со стоимостью аренды. Можно сэкономить, если купить квартиру через сайт застройщика. Удобный сервис и специальные бонусы. На квартире до 40 квадратных метров купленный онлайн – экономия 4 тысячи рублей. До 55 квадратных метров – 7 тысяч, более 55 квадратов – 10 тысяч рублей. Если остались вопросы, то проконсультируют в отделе продаж, либо же дистанционно – по телефону. Сейчас для очной консультации не нужно ехать в Минск. Региональные специалисты компании есть в 15 городах страны. В Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоске, Могилеве и Бобруйске. Буквально на днях стартовали продажи квартир в новом доме Киота в квартале «Азия» с ценой квадрата всего от 2490 рублей. На выбор жителей квартиры от 29 до 72 квадратных метров. Один из трех лифтов будет панорамным. Для тех, кто захочет купить квартиру в Киота в рассрочку, предусмотрены платежные каникулы на 6 месяцев. Минск – мир уникальный комплекс. Он строится по принципу «город в городе». Транспортная и социальная инфраструктура. Речь о метро, школах, детских садах, поликлиниках, медицинских и спортивных центрах. Место для развития бизнеса. Начато активное строительство международного финансового центра, а также нового торгового центра, который будет крупнейшим в стране. И именно сейчас лучшая возможность переехать сюда. Позиция застройщика в том, что у каждой семьи должно быть свое жилье. Поэтому инвестиции в этом году в комплекс «Минск.Мир» составят 100 миллионов долларов. И акция нацелена помочь многим, особенно в нынешних условиях. Но нужно поторопиться. Возможность купить квартиру в комплексе «Минск.Мир» без первого взноса только до 12 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»